Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия. Ну что ж, сегодня очень необычный день. Мы поздравляем аккаунт Elizabeth Darkmore с покупкой Star Rider на месяц. Это мой аккаунт вампирши, который раньше выглядело прям вообще очень классно, но сейчас она стала намного лучше. По крайней мере, она прям изменилась и выглядит точно так же, как я и планировала. Сегодня мы вместе с Elizabeth отправляемся на очень масштабную закупку лошадей на ярмарку лошадей Фердинанда. Если раньше она была доступна абсолютно всем игрокам, даже тем, кто не имел статус Star Rider, то сейчас они перенесли ярмарку ближе к ферме Стива, и теперь она недоступна для бесплатных игроков. Да, в связи с чем пришлось порадовать Elizabeth подпиской на месяц, да и плюс еще закупиться 10 тысяч Star Coins для осуществления этой покупки. Это, кстати, впервые, когда у Elizabeth столько СК. Ранее я ей столько никогда не закупала, никогда, хотя она живет у меня, по-моему, с 17-18 года. Вот мы и приехали на ярмарку лошадей Фердинанда, но прежде чем начать запись, я тут кое-что доделала, переделала. А именно, сделала всех лошадей вороными, потому что, да, сегодня будет масштабная закупка вороных лошадей. Хотя изначально я хотела, чтобы у Elizabeth были только магическо-демонические, такие как этот Шайр, или же Лаверна, к примеру, или тоже магический Андалуз. Но потом подумала, что Елки... Но потом подумала, что Elizabeth один из моих старейших персонажей, который, к сожалению, остался-таки без лайфа, за что я корю себя каждый день. Ну, и как бы было бы классно оставить у нее старых коней. К примеру, мы начнем с самой важной покупки. Это покупка вот этого спортивного фриза. И почему самое важное? Потому что раньше, когда-то, в давнем 18-м году, я даже делала с ним фотографию с мыслями, что именно этот конь и будет первой лошадью, и единственной, ну, в принципе, личной лошадью, Elizabeth. Потому что у него красивые кончики хвоста и грибы, у него красные глаза. Я так хотела, чтобы он был первым, но в итоге все пошло не по плану. Я его так и не купила, и первой лошадью стали вообще другие магические кони. Поэтому, да, сегодня, вот, спустя столько лет, мы воссоздаем мечту с той старой фотографией. А именно покупаем этого коня. Взрослый жеребец это будет. И назовем его как-нибудь в старом стиле. Нету? Да как мы живем вообще? Почему нету демона? Ооо, как всегда страдаем окончаниями, но в итоге я решила назвать его Дикий Охотник. Да, Дикая, но окончания, ребят, извините, ССО нам не предоставляет. Так что Дикий Охотник. Спустя столько лет, я даже не верю. Мы покупаем так взрослый жеребец Дикий Охотник. 500 СК всего-то. Спустя столько лет, боже мой. Купить эту лошадь. Дружок, я тебя потом, извини, переделаю в бессмертного. Ты ждал меня целую вечность. Целую вечность. Просто он меня стоял и ждал отправить в конюшню. Мне сейчас еще и конюшню придется увеличивать, если мне не хватит места. А его явно не хватит. Так, теперь английская чистокровная тоже. Такие все старенькие лошадки классные, боже мой. Вы сделали мое детство, скажем так, ССОшное. Намного-много лучше, чем оно могло бы быть без вас. Так, здесь я хочу сделать Непокорная Ночь. Непокорный. Непокорная. А есть Непокорная? Тоже нету. Вот как существовать, когда тут окончания такие ужасные? Непокорная Ночь. Тоже 425 Старкоинсов. Покупаю. Боже, это самая масштабная закупка лошадей спустя столько лет. Последний раз, я помню, у меня подобное видео было, где я покупала 4 лошади. Или 5. Но не больше 10, по-моему. Тоже отправляем в конюшню. Так, дальше у нас на очереди идет Исландец. Это вообще любовь. Просто пуси-пусичная любовь. Моих былых ССОшных лет. Так, конечно же, ничего не меняем. 490 СК. Это будет Кобылка. Тоже небывалая... Ох. Ох-ох-ох. Небывалая Отрада. Давайте так. Небывалая Отрада. 490 СК покупаем. Так, Кобыла? Да, Кобыла. Все, покупаем. Ой, не позиму. Ребят, кто вот в ССО со времен вторых поколений, я думаю, вы понимаете, как меня сейчас переполняют просто старые воспоминания или прям эмоции. Как будто я вернулась туда и покупаю тех же коней. Так. Пентебиан, я даже не знаю, купить тебе или нет. Давай мы пока подождем, потому что тебя я не особо так сильно так хочу. Так, арабчики. А разве арабов не должны были убрать? В общем, ладно. Но у меня вороной уже есть. Есть, есть, есть. Так, теперь у нас Ганновер. Старенький Ганновер. Боже. Кстати, вот с этой масти у меня очень много ассоциаций. И это будет жеребец. А ассоциации больше связаны, точнее, с моей подругой. Потому что у нее был такой конь. И назывался он Флирт. Ласкательно. Возможно, я сейчас, кстати, назову его точно так же. Я не помню, какое первое слово было. Но у меня пусть он будет сумеречный флирт. И даже если... Каролина, если ты это смотришь. Да, если даже имя одинаковое. Пусть он будет еще и у меня на конюшне. Я прям не хочу этого. Флиртушку. Так, точно, как это лошадь? Взрослый жеребец. Да, точно. Кстати, сто лет не видела у Флирта. Потому что сейчас уже мало на нем катается хозяйка. Ой, какой ты старенький. Прям не могу отправить в конюшню. Отправляем в конюшню. Так, значит, вот этого мы точно покупаем. Здесь стоял до этого Хафлингер. 485 старкоинцев. Так, это будет... Жеребец и... А танцующего нету? Танцующий... О! Танцующий хвост. Ну а что, у него хвост вполне такой танцующий. Танцующий хвост. Да. Взрослый жеребец. 485 СК покупаем. Это, кстати, одна из самых Нострадамусов данная порода. Их переделывали мало того, что на тот момент это было второе поколение. Так и это второе поколение разработчики молча переделывали еще раза три. Где-то модельку, где-то текстурку, где-то анимацию. В общем, их еще три раза переделывали уже вот в вот эту второе поколение. Так, Морган. Ох, вот это вот просто чудо-морган, у которого текстура хвоста и гривы у вороной масти, по-моему, только. По-моему, только у вороной. Или еще у какой-то. В общем, они кучерявые. Это классно. 400 СК тоже покупаем. Мифическая паутинка? А мне нравится! Рандом, спасибо. Будешь кобылкой. Мифическая паутинка. А паутина есть? Паутинка. А, нету, только паутинка. Спасибо, рандом. 400 старкоинцев. У нас мифическая паутинка. Морган кобылка. Покупаем. Боже, я зайду в конюшню. Я буду в большом шоке от резкого увеличения, скажем так, количества моих лошадей. Потому что до этого у этого аккаунта всего лишь... Ну, наверное, лошадей 5-6, кажется, было. Так, отправить в конюшню. Ох, так, теперь у нас мустанг на подходе. О, вороной, красивый. Это точно будет у нас жеребец. И давайте назовем его Фурия. А, вот какой? Какая Фурия? Или не Фурия? Я не знаю. О, можно было бы еще там назвать паучья паутинка. Так, печальный. А обед у нас был? Я не помню, сейчас. Так, надо посмотреть, надо посмотреть. А, вот, печальный туман. Вот, да-да-да-да-да-да-да. 485 стаканцев, взрослый жеребец, печальный туман. Покупаем. Тут у меня идут имена именно такие. Больше как хэллоуинские, что ли. И не думайте, он на самом деле не будет печальным. Он будет очень добрым и хорошим конем. Он просто хочет с таких очень мистических имен. Так. Отправить в конюшню. Боже, какой у меня классный персонаж получился. Это вампирша. Так. Я уже сбилась со счет, сколько коней мы купили. Но у меня теперь 7860. И мы на этом, ребята, не останавливаемся. Потому что у нас есть еще кони, которых нужно купить. Сейчас мы посмотрим. Так. Вот это началка. Ее у меня нет? Ее у меня нет. Удивительно. Удивительно. Хотя я что-то как-то опасаюсь. Мне кажется, у меня есть эта началка. Так. Папа-папа. Дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше. Это вот у нас есть. Этот у нас есть. Тут столько лошадей. Просто я боюсь запутаться. Липециан вороной. Впервые в жизни я безумно хочу у вороного липециана. Вообще, очень непривычное чувство. Так. Потом. Здесь у нас еще есть старые фризы. Мы, конечно же, будем покупать самых черных, самых вороных. И так. Кто-то у нас там еще были. А, есть еще просто фризы второго поколения. Точно. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. А это вот надо думать. Потому что, разумеется, я буду брать не коричневого, а вот какого-то из этих. Мне всегда нравился вороной матовый. Ну, потому что вот этот более синевой отливают. Давайте и вот этого возьмем еще. Так. Значит, всех этих поставили, поставили, поставили. Сюда мы ставим. Да, ребята, это еще не все. Вы что думали? Так. Этих мы фрисках спортивных брать не будем. Хафлингеров брать не будем. Потому что было бы чисто вороной хафлингер. Боже. Это было бы просто шикарно. Это была бы такая мечта суперская. Так. Вот вопрос с шайером. У меня есть магический шайер второго поколения, которого удалили с Хэллоуина. Ну, я даже не знаю, хочу ли я взять обычного. Это прям дилемма у меня с этим вопросом. Так. И после шайеров у нас остались только юрвикские пони. Да, только юрвикские пони. И возьмем вот этого. Ой, ребята. Ну что ж, давайте продолжать закупаться. Так. Ну, шайер я не знаю. Наверное, не буду брать шайера. Ну, если у меня есть магический старый шайер. Он у меня вроде бы есть. Надо будет проверить. Так. Значит, продолжаем. Английское чистокровное полторашнего поколения. 280 старткоинцев. Пусть это будет пожилой жребец. Так. Как бы тебя назвать? А давайте моего паучий дружок назовем. Не знаю почему. Но давайте. Мне прям нравится. Ой, вы такой классненький. Боже. Ребята, у вас там уже третье поколение. А вы даже не вторые, а полторашние. Столько переделок. Так. Купили. Теперь у нас лепецан. Лепецан. Почему я пасафина хотела его назвать? Не знаю. О, боже. Вот это вообще очень странное чувство. Потому что я никогда не приветствовала лепецанов, гнедых, вороных. Только светло-серых и серых. Так. Давайте это будет кобыла. Благородная победа. Мне нравится. Нет. Благородная тьма. О, я забыла. Мы же стараемся называть по-хэллоуински немножко. Благородная тьма. Покупаем. Так. Только взрослые. Пожилую не хочу. Так. Все. 475 старкуринцев. Ой, здравствуйте, мадам. Я вообще в шоке, что я вас покупаю. Но как бы тут... Да. Так надо. Так надо. Поэтому отправляйтесь ко мне на конюшню. Я очень буду рада вам. Так. Ну что ж. Ну это вот точно пожилой фриз первого поколения. Боже, с чего все начиналось. Это будет... Давайте это будет... Я не знаю, кто это будет. Кобыла? Давайте кобыла это будет. Что-нибудь тоже, что у нас еще такое. Или не кобыла? Нарядная. Так. Что бы такого? Синерита может быть? Свобода. Свечка. Светила. Свет. Что-то такое. Сага. О! Нарядная сага. Будет отсылкой к сумеркам. 300 старквенцев покупаем. Какие цены, ребят? Какие хорошие цены. Можно эти цены вообще на весь юрвик распространить? Так, шея у нас немножечко поломалась. Но не важно. Отправляем в конюшню тоже. Я уже сбилась со счета, сколько лошадей мы сегодня купили. Так, и фриз второго поколения обычный. Этот мне нравится тем, что он матовый. Но у него более светлые копыты. Копыта. Копыта более светлые. Может быть, все-таки вот этого? Почему это так сложно? Если бы он не был таким матовым в теле, я бы точно взяла его. Но этот такой более темный, мне кажется. Так, подождите. Мне нужно слезть с моего шайра магического. Он как бы меня сбивает с толку. Какой раньше, по вашему мнению, был самый популярный? Я лично помню, что самым популярным был, по-моему, вот этот. Самый первый. Но он отливает синевой какой-то для меня лично. Потом был матовый, по популярности. И менее популярный, кажется, был вот этот. А может, слушайте, его взять? А нет, он, кажется, у меня на основном аккаунте. Поэтому это не считается. Ну, давайте, ладно. Давайте возьмем матового. Все-таки мне вот это матовое тело нравится намного больше. Значит, 500 старкоинсов. Берем. Это будет жеребец. Алая. А крипта есть? Нету. Совсем нету. Вообще, вообще ничего такого нету. Алая. А, алый есть. А, наверняка у нас нет ничего такого. Акулий, алма... Ну, а, нет, есть, есть, алый. Легенда тут уже не подходит. Ой, как это сложно с именами. Почему нельзя самим лично писать название? Алая кровь. Ну, ладно, давайте это будет кобыла. Алая кровь. Все. Слушайте, очень шикарные имена. Берите на заметку. Я вам тут вот каталог имен составляю. 500 старкоинсов тоже покупаем. О, боже, сколько коней. Мне кажется, их уже больше 15, наверное. Так, отправить в конюшню. И остался у нас только пони. Пони остался, да? Шайры, наверное, брать не буду. Пегава, Рамба тоже брать не буду. Все-таки по одной модельке мне с них хватит. Да, я, конечно, купила двух фризов второго поколения. Один спортивный, один обычный. Но просто масти очень нравится. Юрвикские пони. Вот этот один единственный такой, самый темненький. У этого слишком много белого. Я хочу вот этого. Он такой маленький, темненький, классненький. Так, это будет... А я того фриза, что пожилым сделала? Ёлки. Это плохо. Надо будет переделать. Так, это будет жеребчик. Паловая хитринка. Это шикарно. Это шикарно. Это будет бодрый крепыш. Вот, да. Бодрый крепыш. Ничего холуинского. Он просто очень милый и подходящий. Учитывая, какие у него старенькие прикольные аллюры. Смешные. Так, 200 старкоинцев. И... Покупаем. Все. На этом я сейчас проверю. Но, по идее, мы ставим точку. В покупке лошадей с ярмарки. Ярмарки. Потому что, мне кажется, мы искупили абсолютно всех. Кроме хаффлингеров. Но они мне здесь не нужны. Так. Так, еще тут есть снаряжение. Но, насколько я помню, тут нету ничего такого холуинского, что мне бы могло понравиться на этот аккаунт. Ну да, здесь мне вообще ничего не нравится. Это все старенькое. Да и дело не в том... А, там еще вторая страница есть. Точно. Вторая страница. Ну нет, тут все не подходящее. Не по цветам вообще. Здесь одна страница. Тут еще питомца продаются. Так. Вот это нам надо. Черный котик! Так, у меня... А у меня с собой сумки никакой нету, да? Что? Я не знаю, я смогу его купить. Тут еще плюши, вы видите. Медвежата, кролики, собачки, котята. Но я, наверное, хочу только вот этого черного котика за 50 старкойнцев. Которого зовут Дымок? Ой, что у тебя с лапами? Почему у тебя такие странные лапы, скажи мне, пожалуйста? Или это из-за того, что у меня нет рюкзака сейчас на себе? В общем, ладно, неважно, все. А Мишке нету черного? Я что-то не обратила внимания. А почему нету черного медведя плюшу? Есть темно-серый. А я хочу черного. Нету, есть черный щенок. Так, а с другой стороны что-нибудь есть? Может быть, тут еще что-то продают? Нет, больше здесь ничего нет. Так, все, ребят. У меня было сколько? Одиннадцать с чем-то тысяч. И у меня осталось шесть тысяч старкойнцев. Но шесть тысяч пятьдесят пять. В планы только не входил котенок. Котенок не входил в мои планы. А так было бы шесть тысяч, там сто с чем-то. Ну что ж, пора отправиться на конюшню. А, но мы еще конюшню не расширяли. Но если честно, мы сейчас об этом подумаем. Так, ну что ж, отправляемся домой? Так, ребята, ну что ж, мы на конюшне. И я решила, что расширять ее не буду. И давайте же посчитаем, сколько лошадей было куплено за сегодняшнее видео. Очень длинная, правда. Но я по большей части записываю это видео себе на память. Чтобы радоваться, что я не пожалела средств, дабы порадовать этого персонажа. Ух, мамочки. Итак, у нас вот эта вот часть. Это наши лошади, которые были с нами до этого видео. Плюс сумеречный покой, наша началочка. Так, ну что ж, давайте я попробую выстроить всех этих коней. И сфоткаться с ними на прощание. Вот она армия моих вороных короней на аккаунте вампирши. Элизабет Даркмур. И, ребят, к сожалению, я немножечко просчиталась. Скажем так, точнее, не так почитала. Здесь всего 12 коней. И это те кони, которые были куплены именно сегодня. Но у меня также есть араб первого поколения, который тоже можно было бы отнести к этим лошадям. Но он был не куплен сегодня. Так вот, он будет 13-м. Просто я не хочу расширять конюшню. Мне это не нужно на этом аккаунте. Но, сам факт, давайте 13-м будет он. Ну, или новый купленный котенок питомец. Так что, вот они. Вот они, красавцы. Английская чистокровная. Липецан, Фриз, Мустанг, Старый Фриз, Исландец, Английская чистокровная, Морган, Спортивный Фриз, Ганноверская, Араб и Юрвикский Пони. Очень много вороных коней. Я, конечно, в большом шоке. Я, когда планировала такую масштабную закупку лошадьми, не думала, что их будет настолько много, что они будут занимать столько места. Я не планирую их целенаправленно всех прокачивать. Но, все равно, вот так вот заходить и ностальгировать по неким темным образам, которые связаны с вороными лошадками, которые прям раньше были очень популярны, особенно в Хэллоуин, когда не было такого количества магических коней всяких и одежды тоже. Все просто катались в черном. Черные шляпы, черные кофты, вообще все черные и на черных лошадях. Вот, так что я безумно в шоке, в безумном восторге, как и Элизабет. Надеюсь, да, ей будет комфортно и приятно теперь с такой переполненной конюшней. Ну, а на этом все. Видео подошло к концу и мы с вами прощаемся. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. Ну, и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!